Историческая лента объединяла людей, потому что в годы Великой Отечественной войны, при довольно жестких идеологических рамках, но именно георгиевские цвета восстановили преемственность русской армии, статут Ордена Славы повторял почти дословно статут Георгиевского креста, вернуло слово «кавалер Ордена», это был «кавалер креста», и было дано официальное разрешение носить вместе командирам Советской Армии, Красной Армии, рабочей крестьянской, у кого они были, георгиевские кресты и боевые советские награды. Это было объединение нашей истории, объединение самых разных политических сил. Именно это и позволяло нам достичь победы. В этом году идёт под георгиевскими цветами созидание нескольких памятников, целой серии монументального искусства, посвящённых героям Первой мировой войны. Я напомню, что в годы Первой мировой произошло самое массовое награждение георгиевскими солдатскими крестами, и вы знаете даже, кстати, опять же о преемственности, о том, что она объединяет. И Будённо и Чапаев были полными кавалерами всех четырёх степеней, и страшно этим гордились. А Жуков на пресс-конференции, посвящённой подсдамской акту капитуляции в мае 1945 года, сказал, я свою первую награду получил георгиевский крест за храбрость. Понимаете, 9 мая 1945 года. И все эти акции проходят под георгиевскими знамёнами.